27-й. Ну недавно под артиллерийский обстрел попал и Авдеевский коксохимический завод. Ему даже пришлось приостановить работу. Предприятие принадлежит самому богатому человеку Украины, Ренату Ахметову, который играет не последнюю роль в развернувшемся на востоке страны конфликте. Сегодня именно Ахметов в спецпроекте РБК «Лица украинского кризиса». Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Ренат Ахметов 47 лет. До войны на Юго-Востоке считался хозяином Донбасса, откуда сам родом. Идти работать в шахту вслед за отцом и старшим братом не захотел. Скорее мечтал стать одним из тех, кто этими шахтами владеет. Сейчас его состояние превышает 11 миллиардов долларов. Среди активов Ахметова не только угольные предприятия, но и десятки металлургических и химических компаний в разных странах. Мобильные операторы, отели, газеты, телеканалы, собственный футбольный клуб и даже киевский ЦУМ. В биографии все еще самого богатого человека Украины его состояние в 10 раз превышает стоимость активов Петра Порошенко много белых пятен. Сам Ахметов с удовольствием рассказывает о том, как в детстве мечтал о карьере футболиста, но крайне сдержан, отвечая на вопрос, как заработал первый миллион. Официальная формула успеха сводится к следующему. Торговал углем и коксом в первой половине 90-х. Неофициальную версию о том, что становлению Ахметова якобы помог криминальный авторитет Алик Грек, высокий суд Лондона еще в 2008-м признал клеветой и выписал опубликовавшему ее изданию штраф в 100 тысяч долларов. Тема о связях Ахметова с донецкими группировками не раз использовалась его политическими конкурентами. Но достоверно известно только одно. Алик Грек, настоящее имя Ахать Брагин, считавшийся криминальным хозяином Донецка, погиб в 95-м году в результате покушения. Спустя год Ринат Ахметов занял один из постов Грека, став президентом футбольного клуба «Шахтер». С тех пор команда завоевала Кубы Куэфа, 9 раз выигрывала национальный чемпионат, а Ахметов не только возглавил украинский список «Форбс», но и превратился в одного из влиятельных игроков на политическом поле. Нас не запугать никому, в том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой народной республикой. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс. Изображая из себя защитника интересов простых жителей, миллиардер Ахметов вел свою игру. После Майдана, и особенно после начала событий на Юго-Востоке, могло показаться, что корона хозяина Донбасса уже слетела с его головы. Давний союзник, главный политический проект Виктор Янукович с позором бежал из страны. Да еще и партия регионов, которые Ахметов финансово подпитывал долгие годы, висит мертвым грузом. Но сдаваться раньше времени не входит в привычку владельца шахт и заводов. Вы кричали, что я прячусь в Лондон. Кто из вас кричал? Я Козов. Так вы обманщики. Публично Ахметов говорил как по заученному. Я за независимую и процветающую Украину. И не примыкал ни к одному лагерю. В отличие от другого олигарха, Коломойского денег украинским военным Ахметов не давал. Более того, как предполагала местная пресса, сначала он спонсировал антимайдановские группы так называемых тетушек, а потом и повстанцев. Он, собственно говоря, ведь не играл в начале на стабильность. Он играл, как он думал, в небольшой управляемый хаос. Ахметов исходил из прежней схемы. Создать угрозу и эту угрозу продать. Некоторые украинские аналитики спешат заявить о закате эпохи Рената Ахметова. Однако после Оранжевой революции многие тоже так считали. Но в 2005-м он потерял один единственный актив. Криворожсталь, приобретенную, по мнению Ющенко, в ходе сомнительного аукциона. Ренат Ахметов уходящая натура, потому что он имел несчастье ассоциировать себя с политической группой Виктора Януковича. Сейчас стоит вопрос о том, чем именно Ренат Ахметов поступится в ходе процесса отъема у него собственности. В пользу Ахметова, говорит не только его присутствие на приеме по случаю инаугурации нового президента, но и, к примеру, то, что предложенные новые налоговые ставки чудесным образом не затронули отрасли, подконтрольные донецкому олигарху. И все-таки пока он скорее проиграл, ведь сейчас главная угроза его империи – боевые снаряды, которые взрываются прямо на его предприятиях. Алина Гребнева, Дмитрий Лабо, РБК.